Нет, змеи и я совершенно антиподы были до недавних пор. Я даже когда-то снимался в одной передаче, и по ходу дела мне нужно было просто чуть-чуть приласкать питончика. Ну я когда увидел это двухметровое чудо, я... Какой экзамен? Я потерял дар речи в очередной раз, и даже пленка сохранила мое к нему доброе отношение, когда он начал извиваться и подкатываться к столу, я вылетел в поле эскадра, зацепившись за провода, микрофон, и даже не успел договорить фразу. А тут мне случилось приехать в Объединенные Арабские Эмираты, и мы поселились на вилле одного нашего соотечественника, замечательного русского парня, у которого там свой бизнес, и у него есть маленькое хобби. Он у этих вот гадов ползучих любит пущей жизни, вот просто обожает. Они у него живут, живут, и я так с опаской ко всем его разговорам отнесся, но потихоньку он меня убедил. Он стал рассказывать о том, что все наше отношение к змеям из предубеждения. Что, во-первых, они не жрут каждый день, а раз там в течение какого-то... Людей вообще не едят, нафиг они им нужны? Все, что больше их по размеру, все, что не годится им в пищу, их не интересует. Подожди, подожди, они же больше, чем ты по размеру, Господь с тобой, змеи-то. Ну да, но нет, но все, что не может пролезть к нему в пасть, его с точки зрения еды не интересует. А как же они жирают людей? Это ужасники, не смотри глупые фильмы. Я тебе еще одну мистическую штуку расскажу. Я потянул спину в спортзале и приехал в Эмират, и такой немножко кривой. Не такой, как сейчас, а еще более кривой. И, значит, и когда моя радость, парагвайская анаконда вокруг меня обвилась, я вдруг... Спина-то прошла. Ну, то есть, ну, ничего нет. И я у этого, значит, Майкла спрашиваю, у нашего русского соотечественника, говорю, «А что? А у меня вот спина болела». Он говорит, вот змеи, потому они с древних времен и так почитаемый человеком, что они на себя все от него берут. Я знаю, чем это закончится. Все собачки гуляют, а ты будешь с анакондой. Знаешь, может быть. Когда мы делали много снимков, я правда их очень полюбила. И утром я уже шел в этот гадюшник, клал себе их сюда, и прямо... Ким, давай что-нибудь другое, а? Очень смешно сказал наш звукорежиссер, который, когда увидел, как я фотографируюсь вместе со змеями, сказал, снимок будет называться «Коллегия».